Как вы понимаете, всем людям свойственно ошибаться. Чаще всего это не так уж страшно, во всяком случае, если речь не идет об инженерных расчетах. Ошибку инженера не просто нельзя простить. Очень часто такая ошибка может стоить больших денег, ресурсов и даже человеческих жизней. Затопление Бостона патокой. Эту трагедию не назовешь крупнейшей ни по масштабам, ни по количеству жертв, но случившееся в американском Бостоне почти век назад совершенно точно является одной из самых необычных техногенных катастроф в истории человечества. В полдень 15 января 1919 года на севере города взорвался огромный бак с миласой. Почти 9 миллионов литров сладкой, похожей на густой сироп патоки, своеобразным цунами пронеслись по улицам столицы Массачусетса. Виновником катастрофы был алкогольный завод Purity Distilling Company. В США со дня на день должен был быть введен сухой закон, и завод старался произвести как можно больше алкоголя. Для его изготовления завезли большое количество патоки, которое хранилось в огромном баке высотой 15 метров и диаметром 27 метров. На улице стояла жара, патока нагрелась и разорвала остальные стенки бака так, что из них повылетали заклепки. Теплая, липкая патока общим весом почти в 9 тонн хлынула на улице Бостона. Спасение пострадавших продолжалось всю ночь. Чтобы полностью очистить город от патоки, 300 рабочим понадобилось две недели. Но до конца убрать патоку им так и не удалось. Улицы Бостона остались коричневыми еще минимум полгода. Упавший жилой комплекс Лотос Риверсайт Жилищный комплекс Лотос Риверсайт в Шанхае, состоящий из 11 зданий, позиционировался строителями как образец нового Китая, уверенного и современного. Ровно до того момента, как один из практически готовых к сдаче домов рухнул однажды утром, оставив архитектора в полном недоумении, а будущих владельцев квартир в панике. К слову, стоимость квадратного метра жилья в Лотос Риверсайт в среднем составляла 1500 евро или 130 тысяч рублей. Здание целиком завалилось набок, как деталь конструктора, опрокинутая ребенком. Причиной падения 13-этажного дома, прямой экономический ущерб от которого составил почти 19,5 миллионов юаней, стало не землетрясение и не тайфун. Как показало следствие, виной всему строительство в непосредственной близи от здания подземного гаража, которое вкупе с близостью водоема сказалось на прочности несущих опор дома. Последней каплей стал ливень, окончательно размывший почву под строением. Таким образом, дом из комплекса Лотос Риверсайт стал первой в истории высоткой, которую смыло дождем. Обрушение Басманского рынка Басманский рынок был открыт в 1977 году около станции метро «Бауманская». Крыша здания Басманского рынка представляла собой железобетонную висячую оболочку без опор и имела форму вогнутого купола. Кровлю поддерживала система тросов. По словам очевидцев, рано утром 23 февраля 2006 года сначала сверху здания раздался громкий треск. Через секунду с потолка посыпались стекла, куски бетона и металлические конструкции, после чего в торговый зал начали валиться бетонные балки и перекрытия. Общая площадь обрушения превысила 3000 квадратных метров. Члены комиссии правительства Москвы, расследовавшие обрушение крыши Басманского рынка, пришли к выводу, что здание оригинальной конструкции неправильно эксплуатировалось в течение 30 лет. Все это время на крыше скапливался снег, который никто не чистил, а также талая и дождевая вода. Стечь через забитые водоотводы она не могла, и поэтому текла через провехи в гидроизоляции внутрь, нанесущие металлоконструкции, которые постепенно разъедала ржавчиной, и в результате они не выдержали. Самое серьезное кораблекрушение России 10 лет назад, 10 июля 2011 года, в Куйбышевском водохранилище произошло крупнейшее кораблекрушение в истории постсоветской России. Двухпалубный круизный теплоход «Булгария» опрокинулся и затонул в 2,5 километра от берега. Эта катастрофа стала одной из самых резонансных в истории России. Тем более, что ее причиной послужило не случайное стечение обстоятельств, а выпиющая халатность как владельца судна, так и его экипажа. «Булгария» вообще не должна была совершать никаких круизов, не только из-за многочисленных нарушений субарендатора, но и по причине плохого технического состояния судна. Судно вышло из Казани с небольшим креном на правый борт и многочисленными техническими неполадками, в том числе с неработающим левым дизель-генератором. Утром 10 июля от синоптиков пришло штормовое предупреждение, которое экипаж судна проигнорировал, не задраяв иллюминаторы, что и привело к трагедии. В 12.25 теплоход совершал левый поворот в условиях штормового ветра. В итоге корабль накренился настолько сильно, что через открытые иллюминаторы правого борта хлынула вода. Булгария даже не смогла подать сигнал бедствия. Оборудование вышло из строя, а у аварийной рации оказались нерабочими аккумуляторы. Словом, все, что могло пойти не так, пошло не так. Трагедию Булгарии наблюдали два проходивших мимо корабля – сухогруз «Арбат» и толкач «Дунайский-66». Оба судна прошли мимо места крушения, их капитаны проявили нечеловеческое равнодушие и даже не предприняли никаких попыток помочь находившимся в воде людям. Позднее оба были привлечены к уголовной ответственности. Пожар за 42 миллиарда долларов 20 апреля 2010 года на глубоководной платформе Deep Photo Horizon, бурившей очередную нефтяную скважину в Мексиканском заливе у побережья США, произошел взрыв. Платформа была современным инженерным сооружением, на котором использовались самые последние технологии – организации проведения шельфового бурения. В частности, именно Deep Photo Horizon в 2009 на гигантском месторождении Тайбер пробурило самую глубокую на то время нефтяную скважину на планете. Аренда у собственника подобного комплекта обходилась British Petroleum почти в 500 тысяч долларов в сутки. День 20 апреля 2010 года был очередным рутинным днем для 126 специалистов, работавших в то время над бурением очередной исследовательской скважины. В 21.45 по местному времени совершенно неожиданно для буровиков из водоотделяющей колонны трубы, соединявшие подводные устья скважины с буровой установкой на платформе, вырвался фонтан морской воды. Спустя минуты воду сменил коктейль из ила, жидкой грязи и метана. Метан стремительно выделился из этой малоприятной смеси и, как это ему свойственно, взорвался. Платформа была обречена. Пожар пытались потушить в течение полутора суток, но безуспешно. Спустя 36 часов после начала катастрофических событий Deep Photo Horizon затонула, оказавшись в итоге на морском дне на глубине полторы тысячи метров. За следующие полгода вводы залива из недр платформы вылилось почти 5 миллионов баррелей нефти. На ликвидацию последней трагедии корпорация British Petroleum была вынуждена потратить астрономическую сумму в 42 миллиарда долларов. Падение орбитальной станции В 1973 году орбитальная станция Skylab впервые оказалась на орбите. Это был американский проект для различных исследований в сферах технологии, медицины и биологии, а также для наблюдения за планетой. Skylab была действительно масштабной. Она была в длину около 25 метров и почти 7 метров в диаметре. Ученые мечтали сохранить Skylab на орбите и использовать ее в будущем для следующих полетов и исследований. Из-за бюрократической волокиты полеток Skylab, где на тот момент ничего не было, задержали, а станция постепенно стала снижаться. Планировалось отправить специальную миссию, чтобы выровнять конструкцию на орбите. Однако вопросы по финансированию не удавалось уладить. Финальный удар пришелся из космоса. Солнечная активность возросла, из-за чего на высоте Skylab произошел рост атмосферной плотности. В итоге инженеры упустили шанс набрать для станции высоту. Skylab оказалась обреченной. В НАСА сделали все, чтобы скоординировать падение станции чуть южнее Кейптауна в ЮАР, где она должна была рухнуть в июле 1979 года. Однако процесс разрушения замедлился, из-за чего часть обломков упала на Австралию. Отключение света в Индии Отключение электричества в Индии, как и во многих других азиатских странах, не редкость. Однако в конце июля местные жители столкнулись куда более масштабными неполадками, чем обычно. С начала 30 июля без света остались около 370 миллионов человек. Электричество за несколько часов восстановили, но на следующий день ситуация повторилась, затронув на этот раз половину жителей страны. В течение трех часов не работало метро Дели. Движение поездов было восстановлено, когда подземка переключилась на резервное энергопитание, поступившее из соседнего Бутана. Из-за отключения светофоров в утренние часы, когда жители пригорода в Дели ехали на работу, город застыл на многокилометровых пробках. Системы водоочистки в столице также не работали в течение нескольких часов. Местные СМИ назвали нынешний индийский блэкаут самым масштабным в мировой истории. По подсчетам журналистов, впервые в истории отключились сразу три электросети, питавшие десятки и сотни миллионов человек каждая. Пока неизвестно, что вызвало столь серьезную аварию. Одной из возможных причин специалисты называют сверхлимитное энергопотребление. Катастрофы – это всегда плохо. Конечно же, не всегда в них виноват человек. Иногда это происходит, например, по вине матушки природы. Возможно, вы расскажете какую-то интересную историю в комментариях о том, как в вашем городе произошла какая-то катастрофа, и мы очень надеемся, что все остались живы и здоровы. С вами был профессор Гуглов. Подписывайтесь на канал, это вот здесь. Ставьте большие пальцы вверх, и не забывайте посмотреть другие мои видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!